Василий Владимирович, я хочу вам сказать вот о чем. Я себе набросал немножко по пунктам, чтобы ничего не упустить, потому что это очень важно. Значит, изначально, исходя из, я повторю это, исходя из информации, которую я имею, из самых разных источников, это и разведывательные сообщества Украины и западных стран, это и политики топ-уровня Украины и западных стран, это и люди, которые разбираются хорошо в вопросах, которые были министрами иностранных дел, министрами обороны и так далее, которые руководили армиями НАТО в Европе и так далее, и так далее. То есть, я набираю информацию, инсайды свои, и дальше ее просто анализирую и сверяю свои мысли с теми, кому есть чем думать. Значит, что я понимаю? Я понимаю, что война закончится в этом году. Я подтверждаю свой прогноз, я еще раз хочу повторить, я не Ванга, не Нострадамус, я не пророк, я не занимаюсь предсказаниями. У меня есть мои умозаключения. Вот мое умозаключение заключается в том, простите за тавтологию, что в этом году война закончится. Что подтвердил президент Зеленский? Обратите внимание на два его заявления. Позавчера и позапозавчера. Одно из них на пресс-конференции с президентом Словении в Киеве. И второе, по-моему, в интервью кому-то он заявил это. Суть. Суть в том, что... Давайте я вам скажу, в чем суть, и его слова потом посмотрим. Значит, суть в том, что накопилась... Вот от чего еще я отталкиваюсь. Накопилась огромная усталость с четырех сторон. Сторона первая, Украина. Устала Украина от войны? Ну, безусловно, да. Устали люди, которые на передовой без замены столько лет. Устали люди, которые в тылу. Устали люди, которые лишились своих домов, квартир и вынужденно переехали за рубеж. Устали люди, которые лишились своих домов и квартир и вынуждены переехали внутри Украины. Устали люди, которые, а это несколько миллионов человек, с детьми уехали за границу и вынуждены приспосабливаться к новым реалиям для себя. И думают большинство из них только о том, как вернуться домой. А за это время много изменений и в личных жизнях этих людей произошло. Вы что думаете? Так просто, когда семья распадается на время, а потом оказывается, что не на время, а на навсегда. И таких случаев очень много. Поэтому устала Украина, устал объединенный Запад. Ну, посмотрите, они дают нам, что могут, дают, что дают. В ответ они получают от избирателей не очень лестные оценки. И посмотрите на пошатнувшиеся позиции многих. Макрона, например. Пошатнулись позиции? Да. Байден, что в топе? Нет. Шольц, вообще там ни рыба, ни мясо. Тоже проблемы есть. И много, 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 если посмотреть, вот тех, кто нас поддерживает, у многих проблемы со своим электоратом. Кроме того, Запад тратит огромные деньги на Украину, которые мог бы потратить на себя. То есть, эта война, это бесконечное принятие решений в режиме нон-стоп, они выматывают из Запада. Третья сторона – Китай. Я не ошибся, назвав Китай стороной. Эта сторона – это активный игрок, который очень неявно, очень завуалированно помогает России. При этом страдает от вторичных санкций Запада. При этом китайцы возмущены хамством Путина, что он поперся в Северную Корею. Их это очень настораживает. Потому что Ким Чин Ын – это всё хорошо, наверное, но наметившееся сотрудничество русских с Ким Чин Ыном – это не есть хорошо для Китая. А у каждой стороны свои глобальные геополитические цели. У Китая какая цель? Чтобы друг друга истощили, Запад и Россия. Китаю нужен сильный Запад? Да ни в коем случае. Китаю нужна сильная Россия? Да нет, конечно. Китаю нужен Тайвань прежде всего. И высокие технологии. Поэтому каждый ловит рыбу в мутной воде. Рыбку ловит. Дальше. Четвёртая сторона – Россия. Устала ли Россия от войны? Конечно, да. Конечно, да. Экономика трещит. Не будем… Знаете, у них растёт экономика. Она растёт за счёт того, что в три смены херачат на военных производствах. Работники ВПК. И получают огромные зарплаты за это. Вот за счёт чего она растёт. Всё же остальное падает. Людей не хватает. Катастрофическая нехватка людей. Гастарбайтеров уже пытаются не приглашать, потому что опасность. Что они завербованы ИГИЛом, Ваххабитами, Аль-Каидой и кем угодно. Опасность. И будут сейчас их, видно, менять на северных корейцев. Работать некому. Куча народу погибла на фронте. Куча народу без рук, без ног. Куча народу бухает по-прежнему, не приходя в себя. Ну и вот к чему пришли. К тому, что не хватает рабочих рук. Дворников не хватает. Никого не хватает в России. Это уже проблема. Проблема также в том, что в месяц нужно пополнять армию на 30 тысяч человек. Взвинтили уже до нельзя выплаты. Хочу сказать, в Санкт-Петербурге там до полутора миллионов уже доходит с местными суммарно выплатами, потому что люди уже не хотят даже за бабки идти. Потому что все больше появляется гробов и коллег. Гробы-коллеги, гробы-коллеги. И даже самый тупой Иван, перед тем, как польститься на деньги, большие, очень большие, он подумает, а стоит ли это того, что придется погибнуть, может быть. Проводить мобилизацию Путин боится. Потому что это потрясение для общества. Он не любит потрясение для общества. Он же ФСБшник. В КГБ учили. Надо делать все для того, чтобы общество не волновалось. Это очень важная задача для Путина. Поэтому Россия, безусловно, устала. К тому же у нее нет перспектив. Вот я очень хочу, чтобы наши зрители это хорошо понимали. Перспектив у России в этой войне. Найн. Как говорили их старшие товарищи из гитлеровской социал-демократической партии. Найн перспектив. Посмотрите, как они уже... Вы знаете, мне ребята говорят наши, вот и в Донецкой области кто стоит, и в Запорожской области. Эти чухонцы передвигаются уже на мотоциклах, мопедах и на подручных средствах. Бронетехники уже почти нет. Танков осталось 3 с чем-то тысячи. Вот по моим данным, то, что мне дают сводки. 3 с чем-то тысячи танков, из которых 1600 можно только модернизировать и как-то отправить на фронт. А в месяц производят, чтобы не собрать 200, по-моему, танков или 300, они в месяц могут или в год. Все, не буду, чтобы не путаться. Короче, смысл этой математики в том, что наши выбивают в разы больше техники, чем они могут воспроизвести и снять со складов. Поэтому дальше пустота, война совершенно другая. Дроновая, атакамстная, ракетная, они не могут приноровиться к ней. Местные штурбы уже не работают. Колонны техники, идущие, не производят ни на кого впечатления, наши хладнокровно просто бомбят и уничтожают дронами. И в результате, ну это еще упираться, Россия размышляет, ну еще будем упираться, еще год, еще два, еще три. А что мы возьмем за это время? А территории где? Ну невозможно взять территорию, уже все. Наступила точка невозврата. Кроме того, внутри кремлевского окружения Путина накапливается недовольство, но все равно накапливается, невозможно воевать всю жизнь. Он ведет к чему? Он же понимает, что у него пути назад нет. Для него нужна только победа. Иначе, если он придет к своему народу обдолбанному с поражением, ну не сносить головы. Вот к этой ситуации подошли четыре стороны, которые можно охарактеризовать двумя словами. Общая усталость. Вот когда все четыре стороны приходят к понятию общая усталость, начинаются поиски компромисса. Становится понятно, что Зеленский так и сказал, что в этом году, чем быстрее мы хотим выйти на мир с Россией, подтвердив мои слова о том, что в этом году война закончится. Он не двусмысленно подтвердил, он сказал, что в этом году мы хотим уже все, мир с Россией заключить. Потому что усталость всеобщая. Потому что непонятно, кто придет в Белом доме. Потому что если это будет, например, Трамп, например, или кто-то, кто думает, как Трамп, то разговор будет очень короткий. Я уже об этом говорил. Первый звонок Зеленскому. Разговор примерно такой. Там, где стоят русские, пусть стоят русские. Мы этого не признаем. Мы санкции с них не снимаем. В НАТО мы вас не берем. В ЕС идите. Второй звонок Путину. Там, где стоите, стойте. Мы этого не признаем. Украину в НАТО не берем. Но вся остальная территория Украина. И не вздумайте туда суматься. Если Зеленский говорит, я на это не согласен. Условный Трамп ему говорит, тогда я больше не даю тебе помощи. Крутись, как хочешь. Если Путин говорит, я на это не согласен. Тогда ему говорят, тогда я сейчас дам Зеленскому все, что надо. И несколько месяцев от тебя мокрого места не останется. В условиях приближающихся выборов в США, это главное событие, подчеркнул, нескольких лет. Все стороны сейчас активизировались в поиске компромиссов. Теперь я вам хочу что-то почитать. Первое. Я вам почитаю то, что мне присылают из наших источников, из наших разведывательных источников. Я вам сейчас прочитаю, я буду переводить с украинского языка, чтобы понимали все, кто нас смотрит от США до Кыргызстана. Значит, это ключевые тезисы российского мирного плана, который привез в Соединенные Штаты министр внутренних дел России колокольцем. Это очень интересная история. Несколько дней назад весь мир ловил в радары уникальное событие. Самолет авиаотряда «Россия», которым перемещаются первые лица Российской Федерации во главе с Путиным, взял курс «Москва-Вашингтон». Этот самолет все время был, повышенное внимание было этому перелету. Значит, потом стало известно, что этим самолетом министр внутренних дел России колокольцев прибыл на какое-то там заседание министра внутренних дел разных стран. Но это был отвлекающий маневр. Главная цель его прилета заключалась в том, чтобы передать властям США мирный план России. И теперь я буду на ходу переводить с украинского языка, буду вам читать, что предлагает Россия для окончания войны. Внимание! Украина должна полностью выйти с Донецкой и Луганской областей. Россия передаст Украине Запорожскую станцию и Энергодар, плюс контроль за демилитаризованной 100-километровой зоной вдоль Днепра до Черного моря. Украина должна взять на себя юридически закрепленные международные гарантии не перекрывать поставку воды в Крым. Украина должна закрепить в Конституции принципиальную позаблоковую, значит, внеблоковый статус, и не вступать ни в НАТО, ни в любой другой новостворенный альянс, ну, новообразованный альянс, скажем так. Дальше. Украина должна закрепить в Конституции понятие «армии мирного времени» в кавычках, в составе, в размере 350 тысяч личного состава, и иметь определенный и юридически закрепленный ограниченный перечень вооружений. В частности, по мнению Кремля, мы не можем, мы, Украина, не можем иметь больше 125 боевых самолетов любых типов. Нужно реанимировать действие договора о ракетах малой и средней дальности, которые должна подписать Украина. Дальше, внимание, очень интересно. Крым определяется как особенная демилитаризованная административная территория с двойным подчинением Украине и Российской Федерации. США и союзники снимают санкции, связанные с поставками в РФ высоких технологий и товаров хай-тека, плюс введенные против нефтегазового комплекса и банковской системы. Тем временем Российская Федерация готова к обсуждению возможной передачи под контроль Украины Херсонской и Запорожской областей в полном объеме. Донецкая и Луганская области не могут быть переданы под контроль Украины, потому что это вызовет, это они так макуулируют, неминуемый геноцид населения территорий, треть которого принимала участие в боевых действиях против Украины. Российская Федерация не имеет ничего против вступления Украины в ЕС. Прекращение огня на линии боестолкновения должно быть введено сразу же после начала переговоров о перемирии в формате Россия, Российская Федерация, США, Китай, ЕС, Украина. Это ключевое, мне еще дали, наши дали немножко разных дополнений, я это не буду зачитывать, значит, я скажу чуть позже, как я к этому отношусь. Дальше я хочу зачитать вам, да, значит, заявление Владимира Зеленского вы слышите, да? Он, я считаю, очень изменил риторику. Последние два заявления. Вот, значит, дальше я хочу вам зачитать вот что. Вот что я вам хочу зачитать. Друзья, мы в прямом эфире, простите, если что-то затягиваю. Значит, политолог Владимир Фисенко, близкий к руководству Украины, дал интервью близкой к руководству Украины телеведущей Наталье Масичук. Повторяю, близкий к руководству Украины политолог Владимир Фисенко, хороший политолог, кстати, дал интервью близкой к руководству Украины журналистке Наталье Масичук. Дальше цитирую. «Украина не будет считаться проигравшей, даже если утратит часть территории». Такое мнение высказал близкий к Офису президента страны политолог Владимир Фисенко в интервью телеведущей Натальи Масичук. «Людям нужно пояснить, не проигрывает войну тот, у кого остается столица, большинство территорий и выход к морю», сказала Наталья Масичук. Фисенко согласился с ней и добавил, что нам даже Байден об этом говорит. Цитирую Фисенко. «Наш главный интерес не просто вернуть территории, мы должны сохранить государство, нацию, а территории можно вернуть и позже, сберечь государство и нацию, вот что сейчас главное, и привезти страну в ЕС и НАТО. В этом формула нашей победы», сказал политолог. Друзья, мне добавить нечего. Мы понимаем, что начались большие переговоры. Мы понимаем, что начались вбросы в наше информационное пространство. Не двусмысленные. Скажу вам свою точку зрения. И мне всё равно, кто как к ней отнесётся. Я считаю, что победа Украины – это выход на границы 1991 года, выплата репараций, разоружение, деноцификация и демилитаризация России и покаяние российского общества за войну в Украине. Я считаю, что любая заморозка конфликта, а любое такое соглашение – это всего лишь заморозка. Мы это понимаем. Любая заморозка конфликта даст возможность русским на время отползти, на год-два, набрать силы, особенно санкции, снимут санкции, набрать силы и затем ударить уже конкретно. Изучив все свои промахи, учтя все ошибки, ударить уже конкретно так, чтобы Украина не поднялась. Теперь мне скажут, ну ты умный самый, да? Ну давай выходи к границам 1991 года, а как ты к ним выйдешь? Я принимаю этот упрёк. Принимаю. Я считаю, что на сегодняшний день нам нужно, конечно, крепко работать с Европой и с Америкой, чтобы нам дали всё необходимое оружие для того, чтобы высадить русских из Крыма, выкинуть их к ним матери, в дребезги разбить Крымский мост, деоккупировать Крым, а дальше пойдёт легче. Если нам американцы и европейцы не дадут необходимого вооружения, тогда что? Тогда да. Придётся подписывать компромисс. Думаю, что Владимир Зеленский не будет подписывать никаких документов. Он на это намекнул. В случае достижения компромисса. Думаю, что Украина будет подписывать документы. С Россией я имею в виду, с Путиным он не будет подписывать ничего. Думаю, что будет выбрана страна, третья страна, или Соединённые Штаты, и Европа, и Китай, например. Да, такое возможно. Украина подписывает соглашение с Европой, Китая, и Соединёнными Штатами. Европа, Китай, и Соединённые Штаты подписывают договор с Россией. Это всё на сегодня, что я хочу сказать. Думаю, что инсайдов прозвучало немало. Дальше будем следить за ситуацией.